А Дмитрию Захарченко предъявили новое обвинение прямо в колонии. Как сообщил бизнес-фм его адвокат, эксполковника у меняют два эпизода по статье 290 части 5 и 6 и получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Первый эпизод касается отдыха Захарченко в Сочи на 800 тысяч рублей, которые по версии следствия ему оплатил председатель совета директоров ПАО «Газпромавтоматизация» Афшалум Юнаев за услуги покровительства. По второму эпизоду Захарченко получал взятки от совладельцев одного из крупнейших подрядчиков РЖД группы компаний «15-20» Бориса Ущерова и Валерия Маркелова, которого называли королем господрядов. Откаты были связаны с финансовым бизнесом, который они вели с банкиром Германом Горбунцовым, пишет коммерсант. На имя Захара Хитрова, за которым скрывался Захарченко, был открыт специальный счет, на который в 2007-2009 годах поступили почти 3 миллиона евро. По другой схеме от финансистов, в том числе через посредников Виктора Беленцова и Василия Кретинина, по версии следствия Захарченко досталось еще миллиард 300 миллионов рублей. Всего на коррупционных схемах в период с 2007 по 2016 год экс-полковник заработал более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Обвинение Захарченко предъявили в исправительной колонии номер 5 в Мордовии, где он отбывает приговор по своему первому делу. Экс-полковнику дали всего пару часов на то, чтобы он прочитал материалы следствия, а затем ему объявили об окончании расследования. Корреспондент «Бизнес-ФМ» Мария Локотецкая поговорила с адвокатом Захарченко Александром Горботенко. Он утверждает, что никаких следственных действий с его подзащитным по новым эпизодам не проводилось. В связи с тем, что ему предъявлено, что он получал взятки в период с 2007 года по 2016, то есть достаточно длительный период времени, конечно, требовалось бы время для того, чтобы как-то дать развернутые пояснения по предъявленному обвинению. И когда мы задали вопрос следователю, конкретно, что вас интересует, какие даты и так далее, нам сказали, что следствие ничего не интересует. Они считают, что имеющийся у них материал дает им основания считать его виновным и в пояснениях не нуждаются. Вину свою не признает. Мало того, по эпизоду с Юнаевым денежные средства Дмитрием за путевки были заплачены, еще, соответственно, до возбуждения уголовного дела, и по этому поводу были следствием допрошенные люди, и они подтвердили эту информацию. Ранее этот эпизод не направлялся в Кресневский суд из-за того, что не было никакой доказательной базы по нему. И вдруг этот эпизод всплывает, и нам его, так сказать, вменяют уже в окончательной редакции. Менял, может быть, кто-то показания из свидетелей? По имеющимся у меня сведениям, никто ничего не менял. А что касается получения взяток от бизнесменов от Маркелова и других, есть какая-то версия? Версия у него в этой истории только одна. С его помощью пытаются свести счеты с Маркеловым некий беглый банкир Горбунцов. Человек, который совершил не одно преступление на территории Российской Федерации, поэтому находится в розыске. И, как мне известно, основная информация о виновности Захарченко в получении взятки исходит именно от банкира Горбунцова. По имеющимся сведениям, он не является даже свидетелем по делу. Таким образом, главное следственное управление получило информацию от беглого банкира, это вопрос к следственному комитету. Александр Горбатенко. Обсловав адвоката Захарченко Юнаев был соседом экс-полковника. Он сам собирался поехать в Сочи, но его планы поменялись, и он предложил свои уже оплаченные путевки Захарченко, за которые тот впоследствии якобы вернул деньги. Бывшего полковника в течение двух недель этапируют в Москву для ознакомления с делом, которое составляет 55 томов. Как сказал адвокат, он будет, скорее всего, в спецблоке матросской тишины, который называют СМИ Кремлевским централом.